Летом улицы расцветают и окрашиваются яркими красками городских цветов. Но сами они, к сожалению, не вырастают. За этой красотой стоит большой и кропотливый труд. Чтобы украсить вот такую клумбу, требуется целый день. Бригада работает с 7 часов утра. Принимает цветы, делает разметку, высаживает и поливает. Часть подготовительных работ начинается еще с осени. Удаляют старые растения и корни, перекапывают почву. Зимой разрабатывают дизайн каждой клумбы. Весной, ранней весной, как сходит снег, мы также перекапываем клумбы, подсыпаем плодородный слой, выравниваем. И ждем теплой, хорошей погоды, чтобы начать высадку цветочной рассады. Высадку начинают к праздникам в первых числах мая. Сначала на центральных улицах и возле памятников появляются анютины глазки. Эти цветы также называют виолой или фиалкой витрака. Это рассада, которая не боится кратковременного понижения температуры до минус 5 градусов. То есть она очень морозостойкая, очень яркая, красочная. Это первый цветок, которого мы начинаем работать. После подготовки почвы к посадке, ее удобрения и разметки, каждый цветок вручную высаживают на клумбу. Это у нас цветочки, цинралии называются. Мы сперва с таким орудием труда, у нас конус, делаем отверстие. И в каждую отверстию в шахматном порядке высаживаем цветочки. Ольга занимается цветочным озеленением уже более 7 лет. Говорит, работа на свежем воздухе и для здоровья полезна, и глаз радует. Каких только цветов сегодня не появится на клумбе. Здесь представлены цветы тагетис, тут представлены петуния, агератум, цинерария. Это данные цветы, которые будут свести с конца мая до начала октября, если не будет заморозков. В связи с холодной весной высадка цветов началась позднее. Но ночные заморозки растения уже выдержали. А это значит, что все лето наш глаз будут радовать городские цветы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».